Приветствую, мои дорогие! Сегодня у нас, как я уже говорил, пятница, 5 мая, 2023 год, Ленинградская область, город Тихвин. Я вот со своей маленькой дачки печку топлю, пощёлкивать будет, слышите? За окном метель, мокрый снег, работать на улице невозможно, только топить, просушивать дачи или дома. У нас летняя дача, поэтому я топлю, чтобы немножко сырость выходила. Я хотел рассказать о том, что месяц май начался в понедельник, и поэтому мы уже столкнулись и будем весь май сталкиваться с резкими перепадами температур, с понижением температуры, с избытком влаги в одних регионах, снег, метель, град, мокрый снег, обледенение, подъём уровня воды в реках, озёрах, в прудах, сырость, простуды, вирусные заболевания и всё остальное. То есть май начался в понедельник. В понедельник день луны небесной иерархии божественной ангельской, а в эзотерике день луны. Луна отвечает за влагу, воду в любом её виде. Снег, лёд, просто жидкий вид. Это жидкость сама как таковая. Вот мы претерпеваем, поэтому даже в мае, сильные потоки влаги, которые накрывают нас всех и приносят определённые проблемы. В то же время в других регионах мы видим отсутствие влаги, пожары, сухость, нехватку дождей. То есть вот эта контрастность в этом году, именно в 23-м, конфликт воды и огня, как я рассказывал об этом в начале года 23-го о погоде, природе, катаклизмах. Вот кто мои видео смотрел, я там об этом рассказываю, описываю эту ситуацию. Что борются две стихии, вода и огонь. Где-то вода наступает, влаги, избыток, снег, метель, лёд. Где-то её не хватает, огонь наступает. И вот они борются до сих пор. Поэтому такая холодная, затяжная весна. Ну правда, кое-где апрель был жарким даже, а вот май оказался вот таким. То есть, когда месяц наступает в понедельник, жди беды, беды от воды. Или её избытка, или её недостатка. Всё связано только с этим. Поэтому, пожалуйста, будьте в мае предельно осторожны, аккуратны на дорогах, при походах, в путешествиях, чтобы не попасть в опасную ситуацию. То есть, мой прогноз на май отрицательный. Это что касается погоды, простуд, вирусов, сырости, и наоборот, отсутствия воды там, где всё горит. Что касается поведения человека. Значит, когда месяц начинается в понедельник, психопатия эмоциональная, неврозы, психозы, паранойи, посттравматические поведения, психоэмоциональная неустойчивость, волны подавленности, стрессов, депрессии, апатии, уныния, тоски, печали, страха, тревоги, уныния, грех. Понятно, что смертный. Мы помним об этом. Семь смертных грехов. Поэтому май, он доставит людям очень сильные душевные волнения, стрессы, переживания, тоску, печали, депрессии. И обострятся вот эти всякие поведенческие жуткие состояния. Поэтому стрельба в Сербии уже два раза. То школьник, то молодой человек стрелял по детям и подросткам. То есть психопатическое состояние, обострение. Отдельные террористические акты будут индивидуальны весь май. Мы с этим столкнемся. И понятно, что в политике также. То есть поведение людей отразится на политике, поведениях, выступлениях, заявлениях и так далее. То есть май, это раз он начался в понедельник, в день луны, это стрессы, стрессы и стрессы. Каждый день. Вот эти колебания настроения, поведения и жутких других состояний психоэмоциональных. От этого мы, конечно, все будем страдать. То есть мое видео, это предупреждение, хотя сегодня уже 5 число, надо было раньше. Но я был в дороге 1-2 мая, в поезде 3-го приходил себя. И вот только сегодня могу собраться и про май конкретно с вами поговорить. Мы уже видим, что происходит. Нападение на Кремль, политические катаклизмы, теракты, поджоги, метели, ураганы и прочая-прочая жесть, как молодежь говорит. Вот это такой веселый май в 23-м году, в год Марса, бога войны, разрушений, конфликтов и завоеваний. Ничего другого ждать от мая не приходится. Поэтому берегите себя. Значит, в политике это провокации, скандалы, вбросы, фейки, ложь, обман, значит, возбуждение избыточное, метание эмоциональной и душевной волнения, качели такие настроения, в личной жизни, конфликты, споры, депрессии, претензии, обиды, насаждение своей воли, неустойчивое настроение эмоциональное. Это тоже все будет отражаться. То есть май в этом году очень неспокойный. Та власть, которая считала себя устойчивой, сильной, как в России, она подвергнется в мае сильным волнениям, скандалам, разоблачениям, претензиям от народа, от других силовых каких-то людей, влиятельных, типа Пригожина. Значит, вот эти состояния претензий, негатива, капризы, провокации, они будут в мае происходить повсеместно. Соответственно, падение рейтингов у всей правящей элиты, не только в России, в Америке, в Китае, в Турции и другие-другие факторы. Значит, хочу сказать, что май – это первый после зимы месяц земной, то есть у нас январь, май и сентябрь – три земных месяца. Стихия – земля. Значит, вот начало года январь, он задает темп настроения. Май подхватывает. Май или топит негатив. Май, весна, благодать, любовь, праздники хорошие, все такое. Или наоборот подсёгивает, как в этом году. Потому что трепет, волнение, переживания в мае этого года усиливаются, как мы видим, в 23-м году. И вот какой май будет, такой будет цикл до сентября. А сентябрь завершает. Цикл года подводит результаты. Земля даёт урожай. Урожай даётся, так сказать, и политика в рейтинге, и результаты выборов, и первых месяцев после победы, допустим. И идём опять же к январю. То есть цикличность. И вот сейчас второй цикл земного месяца, это май. Мы подводим итоги. В хорошем настроении или в плохом. Довольны мы собой или нет. Всё у нас получилось, что задумывалось в январе. Или мы видим по маю месяцу, что просела история, ситуация. Поведенческая, финансовая, политическая или какая-то другая. Да, пост прошёл. 16 апреля была Пасха Христова. Можно праздновать, гулять свадьбы и так далее. Но мы смотрим по финансам, по погоде, по природе. Есть настроение или нет настроения. И что нам делать всем дальше. Поэтому пока на май прогноз плохой, негативный. По войнам опять же, ну какая война может в месяц быть сильная, итоговая, когда месяц в понедельник начинается. Высчитывание, выгадывание, игра на настроение, на поведение, на провокациях, на акциях отдельных. И я никому не советую в этом году, в мае, какие-то проводить наступления. Ни украинцам, ни нашим замечательным силам, за которые я стою, молюсь и тосты поднимаю. И всегда об этом говорю, что наше дело право и победа будет за нами. Вот. Тоже не советую я нашим наступать в мае месяце. Это не тот месяц. Что касается ещё раз, 9 мая, на вторник, который выпадет, это агрессия, это провокация, это теракты, это нервозность, это сильные такие акции, структур, которые, конечно, не поспевают. В России вот на громождении силовиков, вот эти все товарищи в погонах, которых, видимо, невидимо на всех углах, они не справляются с частными акциями, с теневыми акциями и так далее и тому подобное. Ну, это так всегда было. Во все времена, народовольчество, эсеры, теракты против Российской империи и власти, против символов власти, как вот подрыв Зимнего дворца при Александре Второй, второго мы помним, в 1880 году, по-моему, в апреле даже месяце, в марте или в апреле, не помню число, сколько погибло тогда и солдатиков наших с русско-турецкой войны пришедших, и внутренних работников Зимнего дворца. Вот такого рода теракты, как нападение на Кремль и прочее, это в мае-апреле типичная история. Нас я всех предупреждаю. Поведение людей в мае месяце, с учетом того, что он в понедельник начался, в этом году, неожиданное, провокционное, стрессовое, капризное, нервное, будьте, пожалуйста, осторожны. На улицах, в общении и так далее. Молитесь, креститесь, из дома вышли, перекреститесь, попросите архангела Михаила, я вот уже видео сегодня записывал, чтобы он защитил, помог, оградил нас и чтобы мы были в адеквате. Нам это требуется, россиянам, в первую очередь. Там все другое. На Украине своя история, психоневроз сплошной, в Турции предвыборная ситуация, в Великобритании, завтра коронация, в день святого Георгия Победоносца, я завтра видео буду записывать. Тоже расскажу и про Чарльза Третьего, напомню, у меня уже видео есть, и про вот эту истерию всю. Нам надо держаться за Бога, за нашу церковь, русскую православную, утром пить святую воду, читать молитвы, просить архангела Михаила, архангела дня, вот завтра день и Гудеила, суббота, значит, покровите церкви, монашество, священство, волю нам дают, суть стержневую, поминальный завтра день, суббота, то есть особые, понимаете, события происходят. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, собраны, осторожны, внимательны, берегите себя, трезвитесь, как говорится, чтобы враг не отъял вашу жизнь без позволения Божьего, потому что такие ситуации, к сожалению, бывают. Храни нас всех, Господь, простите за многословие, значит, поздравляю с наступающим праздником святого Георгия Победоносца, вот, пусть он нам всем помогает, поклоны и приветы осетинскому народу, моему любимому, Осетии, Владикавказу, главе республики, нашим людям, всем в Осетии, моим друзьям, родственникам, кумовьям отдельно, крестникам моим, привет большой, люблю вас очень сильно, вообще люблю Россию, люблю жизнь, берегите себя, до встречи, май, в этом году опасный месяц, вода, снег, лед, простуды, вирусы, поведение людей странных, будьте, пожалуйста, осторожны, до встречи.